18 марта состоятся выборы президента Российской Федерации. До главного политического события страны осталось 44 дня. Если вы знаете, что в день голосования не сможете прийти на свой избирательный участок, можно будет сделать выбор на любом удобном для вас участке. Что для этого нужно сделать, смотрите в первом материале выпуска. Для того, чтобы проголосовать в день выборов на удобном для вас участке, а не по прописке, нужно обратиться в территориальную избирательную комиссию и написать там заявление с указанием места, где собираетесь голосовать. Если избиратель, допустим, проживает у нас на территории Славянского района, он может тоже прийти к нам, он может быть прописан в Черноярковской, а проживает в городе Славянске на Кубани. Он может смело прийти к нам, подать заявление, и мы его включим на тот избирательный участок, который ближе по месту его жительства. Также, если лица находятся на территории Славянского района с других регионов, допустим, Мурманская область, Калининградская область, Москва и так далее, тоже могут обратиться к нам, подать заявление, и они будут включены также в список для голосования на том избирательном участке, где удобно им сегодня проголосовать. Прием заявлений в территориальных избирательных комиссиях для голосования по месту пребывания начался 31 января. С собой необходимо иметь только паспорт. После того, как документы будут заполнены, на руки выдается отрывной талон. С ним и паспортом в день выборов вас будут ждать на указанном вам избирательном участке. С участка по прописке ваша фамилия из списков избирателей будет исключена. Пришла в территориальную комиссию Славянска, написала заявление, так как я не буду голосовать дома, а буду голосовать в Славянске. Считаю, что каждый гражданин должен проголосовать, это каждого обязанность. Мы – молодое поколение, и от нашего выбора зависит то, каким будет наше будущее. Написать заявление для голосования по месту пребывания можно и в многофункциональных центрах. Клиент номер 71. Подойдите, пожалуйста, к окну номер 12. Заявление принимают во всех окнах. Для удобства жителей сельских поселений в каждом, кроме Очуевского, работают представители МФЦ. При обращении в МФЦ с паспортом гражданин должен знать хотя бы адрес своего нахождения 18 марта. Номер избирательного участка по месту его нахождения мы ему подскажем сами. При подаче заявления нужно учесть, что это можно сделать только один раз. К 11 часам дня 31 января заявление в Славянский многофункциональный центр написали уже 5 человек. Среди них Руслан Швет. Молодой человек прописан в Красноармейском районе, а живет в Славянске. Голосовать собирается тоже здесь. Сама процедура очень проста. Занимает очень немного времени в окошке. Время ожидания тоже не превышает 10-15 минут. Поэтому я не думаю, что у кого-то могут возникнуть проблемы с подачей данного заявления. На выборы я в этом году, как и в прошлом году, как и в позапрошлом иду. Вся моя семья идет, потому что для нас это принципиальная жизненная позиция. Также для удобства избирателей есть возможность подать заявление для голосования по месту пребывания, не выходя из дома, с помощью единого портала госуслуг. В территориальных избирательных комиссиях и многофункциональных центрах заявления будут приниматься до 12 марта включительно, с 25 февраля еще и в участковых избирательных комиссиях. Анна Монастыренко, Сергей Тимовский, программа События.